Про то, что их посадят, они и так знают, о том, что они попасться могут и так, как бы, не просто вот какими-то вот возвышенными словами, а рассказывать на конкретных примерах. Ну, у меня же был момент в жизни, когда я его люблю, я его и сейчас приведу, в пример, что я сидел на жутких кумарах каких-то, мне прям нужно было бороться, и я тогда несколько дней меня пустила мама пожить к себе, и она на кухне, ходит по коридору, я смотрю ей вслед и думаю, вот как бы сейчас молоток бы по голове ей дать, так, чтобы, короче, крови было поменьше, и еще как бы так сделать, чтобы, короче, деньги у нее были в кошельке, вот подгадать этот момент, вот у меня были такие мысли, вот я, как бы, понимаешь, я не делал этого. А тебя пугало самого вот таких? Потом, да, на тот момент нет, то есть вот насколько, да, бездуховно становится, то есть, как бы, я тебе говорю, я, ну, передознувшегося там приятеля, там, на тот момент близкого человека, да, как бы, он передознулся, я его не откачивал и не собирался это делать, я пшмонал его карманы и куртку, и рюкзак и ушел. Вот. Раздосадованный то, что там у него не было денег, как бы, а спасать его я не хотел, как бы. Точно так же он со мной потом поступил, как бы, вот. И, ну, таких примеров, вот, можно сидеть, вспоминать их тут очень много. Бездуховность, да. Устроились удобно? Тогда я начну. Рика здесь? Я думаю, вы видели предупреждающую плашку в начале выпуска про 18+. Все верно, сегодня мы будем много говорить о наркотиках, но не только о них, конечно же. Дело в том, что сегодняшний гость Андрей Доронин стал известен широкой публике после издания своей первой книги, называется она Trans-Siberian Back to Black, которую он составил из писем своей жене Оле Маркис, пока их разлучало расстояние. В книге описан весьма подробный и насыщенный событиями наркоэкспириенс Андрея, который можно назвать одновременно отталкивающим, но и завораживающим. Истории в книге создают местами атмосферу фильмов Гай Ричи, но только в реалиях русского быта. В общем, будет круто. А еще в конце выпуска мы сделаем конкурс, где разыграем две книги Андрея с персональным автографом. Конечно же, спасибо вам за поддержку на Boosty, вы помогаете каналу расти. Свукдог, Флинкарт, Максим Хабенский, добро пожаловать в семью. Присоединиться к ребятам, помочь каналу и получить дополнительный материал по каждому подкасту можете и вы. Ссылка будет в описании. Друзья, также за релиз этого подкаста стоит благодарить и ребят из Аудиотехника, партнеры сегодняшнего выпуска. И я думаю, вы не раз слышали название этой крутой японской фирмы, которая оснащала и Олимпийские игры, и церемонию награждения Грэмми. Ко мне в руки попала модель ATH-M50X Black, разработанная для профессионального мониторинга и микширования. Наушники передают кристально чистый и детализированный звук, имеют усовершенствованные амбушюры и комплект съемных кабелей. И хоть наушники создавались для использования в студиях звукозаписи, но неординарное качество звучания и невысокая стоимость сделали этот продукт крайне популярным и среди простых меломанов. В данном сегменте достойных конкурентов у японского бренда по сути нет. Главная фишка этих ушей в том, что вы сможете услышать любимую музыку такой, как ее исполняли музыканты. Прекрасно звучит даже металл. Инструменты не превращаются в кашу и читаются по отдельности. При кажущейся массивности наушники на самом деле легкие, всего 285 грамм и складные. А в комплекте аж три провода на 120 сантиметров, на 300 сантиметров и витой кабель с изменяемой длиной. В итоге получились прекрасные уши, которые за свою цену выдают звук из более дорогого сегмента. Именно поэтому они и стали классикой. Ссылка, конечно же, будет в описании. Ну а теперь старт. У меня, короче, Эрик, чтобы ты понимал, когда я был... Мне было лет 14, я пришел домой и сказал, что мне нравится Леха Никонов, короче, его стихи тогдашние. А, ну да, да. Ну да, ну что же. Конечно. У меня первое. Знакомство было с ними... Это еще у Тропила была студия, когда... У кого? У Тропила, Андрей Тропила. Знаешь такой? Нет. Ну это чувак, который записывал еще первые альбомы Гребенщиков. А, это прям какой-то ускорник. Да, это прям... И меня кто-то там куда-то взял за компанию, я прихожу, а там типа пишется, молодая группа последней танки в Париже. Молодая группа. Да, да, выходит Никонов, он в какой-то джинсовке был, абсолютно, блядь, невменяемый, как бы, сбивает жирный косяк и такой, на, держи, короче. Это сколько им тогда лет-то еще было? Слушай, ну, блин, мне было лет, ну, года 23 мне было, наверное. Ему было лет 26-27, наверное. Мысль какая? Заканчиваю историю. Я пришел, рассказал это дома, и у меня была тетя, сейчас уже покойная, и у нее был муж. И он был из Выборга. И он начал, короче, материться, говорить, что Леха Никонов гондон, потому что они подрались когда-то там в 20 лет, и с тех пор он его терпеть не может. И такой, блядь, ну... Вот, а я позже это Никонова рассказывал, он такой... Получается так. Наверное, так. Выходит, что так. Ты же в Африку уезжал и достаточно долго там был. Что ты там делал, расскажи. Слушай, да я туда случайно попал, на самом деле, так как я в свое время, да, там был связан с европейскими издателями, журналистами и прочими интересными ребятами. Мне просто... А, вот эта ковидная вся история началась, я здесь сидел, особо ничего не делал, у меня... В общем-то и планов не было никаких, была такая легкая грусть. Мне предложили поехать вместе, ну, под эгидой там одной европейской компании поработать, ну, в техническом, в одном проекте. Вот, так как я в свое время там звукорежиссером работал, то есть имею представление, там, железка и прочее. Вот, и я поехал туда, поработал и... Ну, когда я окунулся туда, то есть срок этой работы прошел, я как-то понял, что мне там двух месяцев мало нахождения, что для того, чтобы прочувствовать, нужно гораздо больше времени. Точно так же я поднял какие-то свои связи, потому что там у меня есть друзья, которые работают от ЮНЕСКО, например, в Африке и прочее, ну, они русские чуваки все, и они намного старше меня. Поэтому я вот через какие-то вот такие ходы-каналы нашел себе там временную работу и задержался, ну, на полгода. Собственно, ну, там я работал, ну, в таком, в легком, скажем так, в легком режиме, да, и параллельно с этим я там писал свои... Писал, ну, новую книгу, заканчивал старую книгу, гулял и изучал историю. Все, собственно говоря. А в Африке где, если не секрет? Да, я много где побывал, то есть я, получается... Ну, была какая-то начальная точка, то есть в которую ты ехал изначально, потому что Африка, как я понимаю, все-таки вся разная. Ну, изначально я в ЮАР ехал, да, как бы и оттуда уже пошло, ну, так получается, как по часовой стрелке я вот так все объехал. Ну, вот там в историях типа там Конга, ЦАР я вот таких не был. Ну, то есть по такой хотя бы минимальной цивилизованной, получается? Ну, разные бывали. Ну, в основном, да, то есть людей там, где едят, я не был. А что из такого самого странного? Потому что я много слышал про Африку, но в основном как раз там про ЮАР или про Одисабебу, то есть такие места, которые, как я понимаю, гораздо более спокойные, чем некоторые ее части. Если я не ошибаюсь, вот в Бенине было, когда тебя заселяют, ну, ты заселяешься в отель, и, то есть, во-первых, там нет электричества, там нет света, и ты такой, ну, ладно там, как бы, ну, проблемы устроены. А там не в свечке, наверное. А потом выясняется, что там, собственно, и стекол нет, ну, нет окон, и ты приходишь на рецепшн, говоришь, извините, а, как бы, ну, тут есть некоторые проблемы, а там же все кусается, там, ну, днем ладно кусается, а ночью там кусаются, ну, прям серьезно. То есть они говорят, да вы не волнуйтесь, мы вам, как бы, шторку повесили, попшикали, все будет нормально. Плюс мы этот ладан зажгли, они там от насекомых во многих странах, вот как у нас в церквях ладан, вот такие штучки, они зажигают, как бы ходят, как они кодят этими кодилами, короче, и насекомые пропадают. Ну, вот такое, или, например, в разных странах, то есть это в нескольких у меня было, когда тебя приглашают на какую-то трапезу там торжественную, да, как бы, ты не можешь от нее отказаться, но все едят руками там из общего таза, как бы, и происхождение этой еды тоже. Ну, такое, и, как бы, вот первый мой опыт был, это когда меня пригласили, естественно, я не смог отказаться, и, то есть там сидят взрослые вот эти мужики в странных одеждах, как бы, яркие. Прям коренной население это было? Да, коренной население это были там какое-то племя, то есть я даже, ну, не вспомню его название, оно очень хитросплетенное какое-то название было, и, то есть они очень, ну, радушные, то есть, пожалуйста, вот, как бы, наш друг, брат и прочее. И он это говорит, показывает мне, что одновременно он там чешет пятку вот эту свою, ну, очень нечистую, как бы, и потом вот это берет, зачерпывает, и дает мне, как бы. Кайфует. Отказаться нельзя. Я вообще из Крайнего Севера человек, да. Из Норильска, по-моему, да? Из Норильска, да, то есть это все не очень приятно. И я оказываюсь в Африке, то есть я первый раз когда-то, ну, вот зимой, получается, заехал, это конец февраля, плюс 42 градуса, и, как бы, для меня это было не очень. И тоже мне свойственно страдать, я люблю пострадать. И я пострадал где-то недельку, а потом думаю, ну, вот такие вот условия. В другой стране по-другому не будет, чувак, как бы, ты здесь надолго и всерьез, как бы, вариантов, как бы, изменить погоду у тебя нет. Поэтому, ну, можешь либо дальше страдать, либо, как бы, ну, изменить свое отношение к этому. Как только я перестал страдать, все стало, знаешь, люди стали приятнее на улице, мусор перестал раздражать, как бы, я и травиться стал меньше. Ну, то есть, как бы, мне кажется, это все от внутреннего состояния, от внутреннего настроя зависит. Потому что, ну, например, ну, я бывал, да, в таких местах, как бы, опять же, в Африке, где ты приезжаешь такой, ого, типа, здесь люди живут, как бы. А люди, они не то, что там живут, они счастливы там, они всю жизнь проживают, они счастливы, умирают с улыбкой на лице. Это молодые, там, на 30 не доживают многие, но, тем не менее, как бы, а ты приехал такой, типа, здесь фу, как, что, что фу-то? Приехал, живи по правилам там, где-то. А как себя, вот, можно увещевать? Какими аргументами внутренними, чтобы, вот, заставить себя поменять отношение к ситуации? Или это просто момент, который перещелкивает и такой, все, больше не могу? Ну, нет. Это, типа, не страдать больше невыносимо. Нет, смотри, ну, я про себя говорю, да, как бы, мой субъективный опыт такой, что... Я в какой-то момент задал сам себе вопрос. Чувак, как бы, ты, там, не молод уже, как бы, ну, не пацан. Большую часть жизни ты въебал, как бы, на всякие вещи. Сейчас ты, вроде, как бы, живешь. И ты оказался, ну, на континенте, там, где, как бы, 97% людей никогда не окажется. И даже по телевизору не посмотрят, как бы. И, ну, наслаждайся этим, потому что вряд ли ты когда-нибудь сюда вернешься еще раз, как бы. А ты вернулся? Ну, я вернулся. Я вернулся, это другая причина. Я вернулся, потому что я понял, что мне времени недостаточно было. То есть настолько большой вот этот пласт истории, культуры, как бы, которые ты ощущаешь прям, ну, вот, атмосферно, да, вибрации. Это очень сейчас я так выебываюсь. То есть, ну, ощущаешь вот вокруг себя, что хочется понять. Хочется понять. То есть я даже писал у меня там, я пишу сейчас серию сказок про Африку, да, там, про реальные события в разных странах, там. Но я практически везде задаюсь вопросом, что, ну, что понять Африку, как ее понять. И, то есть, на примерах других людей у меня становится ясно, что даже они, которые там живут, они ее не могут понять. Они могут только, ну, принять ее, вот. И мне это очень, ну, было интересно, поэтому я вернулся. Прям как про Россию. Россию только душой не измерить. Ну, точно так же, да, почему сюда, допустим, у меня там знакомые там французы, итальянцы, с которыми я там, да, общался. У них, ну, большая мечта проехаться на поезде, вот, как бы, от Москвы до Владивостока. Новосибирская магистраль. Да. И они мне так рассказывали, что, типа, мы приезжали в Новосибирск. Я говорю, ну, кстати, да. Да, да, да. Новосибирск. То есть, я тебе сейчас... А, то есть, эти люди, они там, значит, собрали по каждому городу остановки какие-то картинки. То есть, они прочитали. Им это очень интересно. Но я недавно, буквально неделю назад, начал читать как раз книгу Андрея. Я прочитал залпом, во-первых. Меня очень зацепила история, которой заканчивается книга, где ты рассказывал, как ты поехал... Ну, точнее, тебя поехали в город пустой. Ты, по-моему, название не указываешь в сторону Мурманска, там, в Новиге. Да, это Мурманская область, да. Какой-то заброшенный пустой город. Заброшенный город, да. Вот так, кстати, мощнейший. Ты же это читал, да? Я все три читал. Ну, я так обожаю вот это ощущение, во-первых, пустых городов. Я понимаю, что там абсолютно были другие условия у тебя и другая ситуация. Но я просто недавно наткнулся на статью про лиминальные пространства. Это понятие, может быть, вы знаете, я сам не знал до этого. Это понятие, когда что-то очень густо населенное людьми, либо помещение, либо город, внезапно ты заставишь это место пустым. Например, пустая абсолютно больница. А, я понял. Я осознал, что, оказывается, у меня всю жизнь к этому есть тяга. Потому что я всегда любил фильмы про какие-то опустошенные города. У меня бабуля работала вахтером в Дворце культуры в моем городе. И ночью она там дежурила. И я как раз приходил в этот Дворец культуры в огромный, где там театры всякие показывали и так далее. И в этом огромном пустом ночном здании я просто играл там какие-нибудь прятки, догонялки. Просто бегал, на велике катался. И мне всегда это так заводило. И вот ты когда читал вот этот твой экспириенс про ночевание в пустых квартирах, с одной стороны так жутко охренеть. Я просто как представил, что ты лежишь ночью в городе пустом, и любой звук для тебя это катастрофа. Насколько было жутко тогда? Сейчас я вспоминаю. Да, слушай, было... Какие вообще эмоции ты ощущал? Изначально было не жутко, было неприятно, потому что хотелось наркотиков, хотелось угорать и прочего. А тут ты в каких-то находишься условиях. И сейчас я разовью эту мысль. Я помню, что я иду по этому городку, ну... И там такие пятиэтажки, вот эти хрущевочки, они были построены... То есть вот большая улица идет прямо, да, и вот дома друг напротив друга стоят. И вторым рядом точно так же дома, и третьим рядом точно так же дома. И ты идешь по этой главной улице, ну, никого, естественно, нет, там какие-то странные звуки, да, и ты, когда смотришь в окно, то ты смотришь автоматически и в окно этого дома, и этого дома. То есть окна друг напротив друга, и они выбиты, и там ничего нет, и ты смотришь, ну, такой как коридор мистический, да? И очень было и страшно, и интересно. То есть мне хотелось, чтобы я кого-то там увидел. То есть, знаешь, как в фильмах ужасов, раз кто-то прошел там в каком-нибудь втором доме. И момент вот этот, когда я выбирал, то есть, ну, я понимаю, что там через полтора часа мне будет совсем хреново, как бы, и мне надо, если там, ну, не жилищные условия, то хотя бы мне где-то упасть надо. Я зашел, просто там прошел подъезд, поднялся там на второй этаж, как бы там все открыто. И меня поразило то, что у меня возникло ощущение, что люди, которые там жили в этом городе, такое, ну, как будто им сказали, типа там все, пять минут, короче, встречаемся там, нам всем по делам, как бы. И они все встали и ушли, уехали. Потому что были оставлены вещи, наверное. Да, туда не, ну, так как эта зона, она закрытая, то есть туда можно там по каким-то страшным пропускам только проехать, да, военным и прочее, то это место не пострадало от мародеров, и то есть вот как они вот реально оставили, естественно, там все это обветшало и прочее. Но, то есть в каждую квартиру, в которую я заходил, так бы создавалось ощущение, что ты как будто кому-то пришел, да, ты смотришь, у этих вот такие обои в цветочек, а эти вот это любили. О, здесь рыбки жили там и прочее. Это очень круто. Да, здесь как бы пивко любили, и телевизор смотреть, еще бутылки оставлены. И на тот момент меня это все дико бесило, и, ну, такое неприятно было. А сейчас, да, вот мы вспомнили эту ситуацию, и я благодарен как бы там всему своему опыту, своей жизни, да, которое когда-то меня привело в тот город, где я испытал какие-то, ну, эмоции, как бы, и которые, ну, как-то меня сформировали в дальнейшем, там, помогли мне, там, в принятии решений. Потому что чем больше, там, я, там, глубже, да, опускался, там, на дно, да, тем, как бы мне нужно было сильнее оттолкнуться от него, чтобы всплыть. И, ну, и приятно то, что, как бы, вот, там, вы прочитали, да, у вас тоже что-то отозвалось. То есть клево, когда ты какие-то, какие-то свои личные истории, которые ты рассказываешь, они кому-то, ну, приходится там, ну, если не по душе, то что-то задевает свои внутренние струны. Сто процентов. Ну вот. И мне еще очень понравилось то, что это все происходило в Питере, поэтому, когда ты описывал места и улицы, это, я очень люблю просто визуализировать, поэтому, когда я читаю, я сразу это живо представляю, плюс еще это же было начало на нулевых, там, зачастую ты упоминал и так далее. Поэтому я представлял, какой Питер был тогда, потому что ты вот упоминал тот дом офицеров, который тут буквально за углом, какие-то еще места, и все это так рядом. Я понимаю, что, блин, это, знаешь, вот у меня ощущение было похоже, когда я пересмотрел фильм «Брат» уже в осознанном возрасте, уже когда жил в Питере. Вот, кстати, у меня то же самое, когда я читал, вот. И я понимал, что, во-первых, это же вот он, вот эти места, где фильм снимался, есть целые гайды по этим локациям, ты можешь погулять, посмотреть. И вот нечто похожее было, такое же было ощущение, так какое-то погружение происходит. Мне кажется, это важно. И еще мне понравилась по поводу этого мысль. Ты говорил ее, я какое-то старое интервью нашел твое, в 16-го года, что ли, на каком-то телеке, локальном канале, где ты сказал мысль хорошую, что как раз в книге ты, как бы на твой взгляд, ты передаешь, во-первых, личный экспириенс, не как какой-нибудь условный психолог, который тебе рассказывает какие-то там проблемы, которые он сам, возможно, даже никогда не испытывал, а человек, который прямо в этом жил, ты описываешь свою жизнь, ты описываешь свои состояния, свои проблемы со здоровьем, и ментальной, и так далее. И поэтому, когда ты читаешь, на тебя это срабатывает все-таки, как бы так сказать, антипропаганда, что ли. То есть ты, с одной стороны, понимаешь гораздо лучше эту сторону изнутри, потому что не у всех же есть, к примеру, какой-то личный экспириенс, там мало кто с этим сталкивался, допустим. А когда ты видишь от первого лица, причем без цензуры все это, это очень круто работает. И тут я должен сказать, что на следующий день я накурился травы. Но нет, ну это реально совпадение. И поэтому, мне кажется, это очень важно как раз, что это не вызывает же, ты же не пропагандируешь это как что-то крутое, рок-н-ролльное. А мне интересно, а вот ты знаешь вообще, вот много ли ты знаешь художественных произведений, там книг и фильмов с каким-то позитивным образом героинщика, потому что вот если ее можно так назвать, то мне кажется вообще, что героиновая проза любая, это вообще лучшая антиреклама того, чтобы торчать на опятах и, по-моему, торчать в принципе. По крайней мере, когда человек откровенно рассказывает о том, что с ним происходит, я не знаю, кому по кайфу. И как бы за какие коврижки надо это переживать, за какую романтику и за какое еще что-то. Ну смотри, я бы сказал так, сори, что мы обсуждаем Андрея при Андрею, просто как читатель. Есть все-таки романтизация, допустим, в фильмах, там, допустим, взять какие-нибудь фильмы с Ди Каприо, вот я помню, как называлось это, «Волки с Уолл-стрит», где они там кокаинно отдалбывались. Ну это разные вещи. Там показаны листи, знаешь, супер успешных людей, которые постоянно нюхают, это очень круто, у них тусовки и все такое. Здесь же, когда я читал у Андрея, здесь у меня не было ощущения, без обид, сори, но у меня не было ощущения, что я хочу так жить. И это как раз, наоборот, круто, отрезвление как бы мысли, что ли, потому что ты понимаешь все-таки правдивую сторону, а не ту, которую как раз показывают вот в воск фильмах. Мне кажется, ты немножко символически немножко подменяешь вещи, когда ты говоришь о фильмах. Все-таки я как бы... Ну я уже дифференцирую, извиняюсь, потому что очень хочется сказать само мысль, что фильмов о жизни, да, людей, в жизни которых присутствует кокаин, например, и фильмов про жизни людей, в которых присутствует героин, поэтому возьми, я не знаю, возьми там На игле Дэнни Бойла, возьми там, ну блять, Реквим по мечте возьми и так далее. Много ты реально вспомнишь фильмов, где был бы какой-то позитивный и привлекательный образ человека, который употребляет опиат. Ну вот реально. Шерлок Холмс? Да, справедливо, справедливо. Шерлок Холмс? Ну, он вообще, да. А, я, кстати, не он ЖК, в оригинале он ЖК Лоусс. А, ничего себе. Это в книге вы имеете в виду? Ну, началось все в книге, да? Закончилось кино. Да, по-моему, и в кино. Роберт Дауни-младший, по-моему, ставился. Ну, там очень много же экранизаций было, но в каких-то датах. Есть же целый фильм про зависимость Шерлока Холмса. Она обыграна, не смотрели этот фильм? То есть он уже на такой стадии, ну, нормально, где, типа, там, я сейчас приду и убегал там от доктора Ватсона, а доктор Ватсон такой мамочкой, который вот, типа, мы сегодня едем в реп-центр, как бы, и все это происходило, то есть, ну, вот так, да. Весь фильм, по-моему. Я не помню его название, но это было очень комично, посмотреть именно, где он, не как крутой сыщик, там, да, там метод дедукции применяющий, а именно как наркоман, который, типа, там, замутить пять фунтов, короче, избежать, успеть взять там что-нибудь, ну, вот такая история. А мне вот дико интересно спросить, скорее, про процесс издания книги самой, потому что... Сейчас, секунду рекламы, мне тоже скоро книга должна выйти. Еее, покупайте, морда, замечательный сборник. Вот, как он, потому что я, как бы, никогда с этим не был связан, а когда первый раз с этим связался, я охуел от того, насколько это отличается вообще от издания, овеществления, чего угодно, одежды, музыки, фильмов, вообще, то есть, как бы, абсолютно своя кухня, о которой в России авторитетно там, как писатель или там поэт, который пользуется спросом, может не так много человек рассказать. У меня опыт следующий. Когда была готова первая книга, было решено попробовать ее издать через какие-то крутые издательства и прочее. Были написаны письма, отправлены. В итоге кто-то даже ответил, что, типа, извините, как бы мы таким не занимаемся и прочее. И сначала мне было обидно, а потом я понял, что, ну, есть интернет. Книга была выложена в интернет, и помимо этого было напечатано, да, 500 и потом еще тысяча, ну, экземпляров бумажных. А в интернете, то есть, сразу начали скачивать, то есть, как-то вот это произошел какой-то бум, как бы, и все знают, и все читают. Вот, соответственно, книга тоже бумажная, вот эти там, очень, они, ну, буквально там за две недели разошлись, потом мы допечатывали, допечатывали, там, по 100, по 200, по 300. А сколько всего тираж? Первый? Да. Ну, на сегодняшний день я могу предположить, что где-то тысяч, наверное, 15 за все время, как бы, ушло. вот, вот, а именно скачиваний, вот только, ну, у меня был сайт, который там вели ребята, первой, ну, первой книге мы перестали, ну, убрали счетчик, и потом, ну, сайт тоже умер, это когда вот было, где-то после 500 тысяч скачиваний, мы убрали. Это очень много. И второе, тоже там 1250 было, ну, это все вместе было. То есть, ну, сейчас я могу предположить, оно гуляет само по себе, то есть я не за ним, то есть, ладно, я расскажу дальше историю, извините, отвлекся. Нет, это интересно тоже, на самом деле, потому что, как бы, это цифры, которые... Да, это очень сильно. У нас просто, как бы, в эпоху того, когда у нас, например, молодые люди, это в основном блогеры, которым издательство АСТ нанимает каких-нибудь литературных негров, они за них пишут книги про легкий путь к успеху, как бы, ну, это достаточно часто бывает в такой ситуации, иметь какие-то подобные темпы распространения, если ты человек, который пишет все-таки нечто более конструктивное, да, особенно такое, местами специфическое, это очень круто. Впечатляюще. Вот, и дальше как раз произошел тот момент, когда издательство стали писать с предложениями выпустить книгу, естественно, я уже тогда сам дал отказ, то есть и сказал, ну, нахер вы мне нужны, зачем, да, как бы, и были у них, помимо этого, еще условия, что типа, а вот здесь слишком мы изменим, у нас тут отредактируют, прочее, то есть это сразу, еще больше меня отвернуло, и я просто, я никогда на этом не рассчитывал зарабатывать деньги, то есть для меня, ну, у меня идеи никогда не было, что вот на этом я буду зарабатывать, и когда мне впервые там во Франции вручили аванс за издание первой книги, да, ну, в Европе, как бы, я был очень удивлен, я такой, я достал эти бабки, и там переводчику, агенту говорю, сколько я вам должен, чуваки, они говорят, э-э-э, типа, не-не, это твое, вот, я не мог поверить в это, потому что, ну, для меня это было странно и дико, да, и когда в следующие разы я приезжал во Францию, мне передавали, эти, ну, роялти, там, то, что с продаж, эти бабки, как бы, я, ну, честно говоря, я не относился к ним, как к деньгам, ну, там, за творчество, еще что-то, мне это было дико всегда, я старался сразу эти деньги либо кому-то дать, либо, либо как-то их быстро потратить, вот, у меня, на самом деле, наверное, и на сегодняшний день достаточно низкая самооценка, поэтому я всегда, ну, я критически отношусь к тому, что я делаю, да, вот, и поэтому, ну, я, например, не считаю, что, там, я могу называться писателем, да, потому что, поэтому я всегда, не всегда, а я в какой-то момент придумал себе такой слоган о том, что, как бы, ну, книги должны читать, люди должны читать книги, как бы, если книги стоят дорого в магазине, значит, они должны читать их бесплатно в интернете, и с этим лозунгом я, как бы, вот сделал свое небольшое издательство, да, это пиратское, выпустил несколько, книг, ну, там, свои выпускаю, выпускаю ребят, которые мне понравились, да, и в какой-то момент со мной связывались издатели из Франции, и просили, а я тогда был, у меня был такой период жизни, что я собирался туда переезжать, и недосмысленно говорил о том, что я приеду, я тоже, как бы, здесь сделаю свое издательство, и они просили меня не делать этого, потому что в Европе вообще, ну, не принято, да, книги в интернет выкладывать бесплатно, это же, как бы, ну, авторский труд и прочее, а я собирался приехать и, как бы, заниматься именно этим, то есть я, я против того, что происходит вообще на книжном рынке, я против издательств, да, я этого не скрываю, я считаю, что люди, которые этим занимаются, да, они охуели, и, в общем-то, ведут, ну, некрасиво себя ведут по отношению и к авторам, и к читателям, как бы, так не должно быть, и, мало того, они своими правилами, то есть не пуская других на этот рынок, да, они гробят, на самом деле, многих авторов, то есть молодой человек, который пишет книгу, он либо ее так же пойдет распространять в интернете, и, ну, повезет, не повезет, да, либо он сунется в какое-то издательство и там, ну, слишком много молодых людей печатают, да нет, конечно, вот, естественно, они, им проще вот литературных, ну, мне страшно и больно заходить в книжные магазины, да, где какие-то, блядь, победители битвы экстрасенсов выкладываются, и книги вот такие, блядь, ну, толщиной, как бы, псевдоисторические какие-то книги, но сколько сейчас появилось книг, вот, которые, а-ля, ну, а-ля Духлес, да, Сергея Минаева, которые вот перефразируют друг друга, пишут про какую-то современность, я пытаюсь иногда время от времени прочитать то, что мне присылают, говорят, вот, типа, интересный автор, я пытаюсь прочитать, я понимаю, что это, ну, что это жвачка, как бы, это уже было, и что человек, который это пишет, он не имеет такого опыта, а я, ну, вот, я всегда пишу, как, на днях я писал, там, в фейсбуке пост о том, что я вспоминал, как меня в детстве в садик вели, детский сад, да, и какие-то моменты, где, там, я помню, как меня вот укутывали, как вот ты едешь, вот эту шарф или шаль, ты ее сосешь, как бы, на морозе, но вот этими штучками, это все помнят, это было у всех, как бы, и, я вот про такие вещи, как, допустим, тебя в детстве будет, когда, да, и ты умываться идешь, ванна, ты же сидишь, как бы, с этой водой играешься, типа, ну, там, ну, вот теплое, греешь руки, греешь руки, да, у всех это, ну, как бы, у каждого человека есть, ну, вот, воспоминания, и я всегда пишу про то, что у меня было, однажды у меня был момент, когда я писал вторую книгу, и там были какие-то рассказы, и я начал врать, короче, то есть я начал что-то придумывать, того, что со мной не было, и я ее долго не выпускал, рассказы, которые, как бы, были лживыми, они туда не вошли, но у меня опыт такой есть, как только я начал врать, я стал чувствовать себя плохо, и я, ну, я не знаю, то есть если люди играют по правилам вот этого книжного рынка современного, ну, мне жаль этих людей, я как бы не хочу в этом участвовать, я лучше, ну, следующие там две книги у меня сейчас будут выходить, скоро я точно так же я вложу их в интернет, как бы, и для любителей, для ценителей, как бы, ну, тираж небольшой, все. Ну, меня, вот лично меня устраивает быть в андеграунде каком-то, и, например, какие-то, если поступают предложения выступить на каком-нибудь книжном фестивале, еще прочее, то мне это неинтересно, я не хочу, потому что мне придется сталкиваться вот с людьми, мне придется сталкиваться с каким-то лицемерием, мне придется, опять же, с какими-то авторами сталкиваться, которые, для меня это, для меня это, скажем так, не профессия, это не работа, возможно, поэтому у меня такое отношение, я не знаю, я сейчас выпущу две новые, ну, в следующем году две новые книги, как бы, если там бог даст, я их выпущу, и, возможно, они станут какими-то бестселлерами, да, и тогда я изменю свои отношения, я смогу вообще ничего не делать, как бы, хотя там, для того, чтобы жить, писать, да, я работаю, но, как бы, эти работы мне приятны, они также связаны там с писательством, там, с журналистикой где-то. А чем ты занимаешься, если не секрет, основная деятельность тогда, помимо написания? Можно, извините, я можно микродополню, может, немножко расширю вопрос, но вот, помимо того, чем ты занимаешься, если ты не идентифицируешь себя как писателя, а как кого ты себя идентифицируешь, как ты бы сказал. Сейчас? Ну да, Андрей Доронин, он, не писатель, безработный, я не знаю, мне сложно, слушай, безработный. Технически мы все безработные, получается. По факту, по факту, да. У меня в жизни было очень много вещей, которыми я занимался, да, а на сегодняшний момент я, то, что мне деньги дает, да, ну, как бы, это сотрудничество с различными, с различными журналистами европейскими, с различными журналами, где я там пишу тексты, где я пишу, у меня есть в одном журнале там колонка своя, как бы, то есть, вот такие вещи. У меня не очень большие запросы, и, в принципе, платят, ну, нормально больше, чем здесь, вот. Ну, и какие-то, опять же, там, например, по Африке, путешествуя, я делал какие-то небольшие там репортажи, опять же, да, и за это получал там, ну, неплохие деньги там от европейцев. Здесь таких денег не платят, к сожалению. Да, я бы с удовольствием, ну, как бы, у нас и журналистики в России сейчас нет. А где та грань начинается, передя которую, ты бы мог уже точно сказать, что ты писатель? Грань? Это, допустим, какое-то огромное количество изданных книг или прямостная работа? Да я не знаю, потому что... Это какое-то внутреннее, может быть, все-таки ощущение? Нет, я, знаешь, так, я сейчас выебнусь, наверное. Давай, это круто. Ну, когда у меня вышла в Европе книга, я сидел в Макдональдс, ну, она вышла, а потом был момент, я пошел пожрать, я сижу в Макдональдсе и ем этот чизбургер, и мне звонит агент, который во Франции у меня француз, и говорит, типа, я тебя поздравляю, твоя книга только что была, короче, признана литературным наследием, и ее поместили первая и вторая, они совмещены во французском издании, они были, как бы, совмещены в одну, и, типа, ее поместили в книгохранилище Миттерана, и сейчас с этого года, как бы, в университетах европейских по твоей книге, как бы, будут что-то там преподавать. Ничего себе, это очень круто. Вот, и я такой, да, да, клево, как бы, я положу трубку, и, как бы, сижу, и ем, и думаю, такой, бля, и, типа, да, и что изменилось, как бы, я жую этот гамбургер, как бы, и ничего не поменялось, то есть, как бы, у меня нет, я говорю, у меня, видимо, ну, низкая самооценка, как бы, у меня нет, ну, то есть, ну, да, клево, это прикольно, то есть, мои дети могут сказать, типа, а вот у нас там папа, но, по факту, там, стал ли я круче, да нет, я и так крутой, понимаешь, ну, вот, чего, где-то грань, не знаю, мне кажется, что все вот эти тексты, которые я пишу, это, это какая-то программа, да, которая, как бы, ну, не то, что там, это мне дается слышь, еще что-то, ну, я должен что-то написать, то есть, я подхожу к какому-то моменту, что вот именно какой-то текст я должен написать, который не то, что меня удовлетворит, а который, как бы, ну, даст ответы мне на какие-то, или успокоюсь, или еще что-то, и вот, когда это произойдет, возможно, я тогда скажу, да, теперь я вот, как бы мне нужно было написать, все, я поехал на Кубу глухать, достаточно, да, достаточно все, слушай, а вот мне очень интересно спросить, из вот этого спектра занятий, которыми ты занимался, какое было самое лучшее, и самое худшее, потому что вот, ну, интересно, чем занимаются люди, которые не делают свое творчество, своей основной деятельностью, то есть, наверняка же было что-то супер всрато, и было что-то наоборот, супер всрато, но это вот я, у меня рассказ есть про собак, во второй книге, где я, да, я работал, в Питере было несколько клиник, для животных, у них была такая услуга, называлась она зоотакси, я работал в зоотакси, водителем, как бы, и, а так как я, ну, я торчал, как бы, и плюс такой был творческий чувак, я вспомнил тебя, да, вот, меня наказывали, я вот, занимался тем, что я ездил по городу, собирал умерших животных, как бы, и потом возил их в кайматорий, как бы, и вот, ну, днище это было, когда я реально спал на этих собаках, то есть я в какой-то момент, это здесь недалеко было, во дворах, вот, я устал, я поставил эту машинку, как бы, лег на этих собак и заснул, блин, это стиль, вот, это, это самое такое, самое, самое интересное, слушай, наверное, недолгий период, я был государственным служащим, такой у меня были, была структура, которая, как сейчас, Роспотребнадзор, да, она немножко по-другому раньше называлась, у меня было удостоверение, и прочее, как бы, тайный агент, тайный агент, да, то есть, покажите горошек, он у вас просрочен, работает ФСБ, и, как бы, там были интересные, то есть, это был очень короткий период, я был единственным человеком, который, там, не брал взятки в этом отделе, потому что, мне было насрать, как бы, я брал деньгами, вот, я торчал, и, как бы, я ко всем был очень лоялен, нарушителем закона, вот, тогда, вот, меня стреляли один раз, да, как бы, ну, а там были чуваки, они, этот, подпольный цех у них по производству майонеза был, мы приехали их накрывать, а, это бандюганы какие-то были, ну, какие-то чуваки, да, они не открывали двери, мы были с этими, СОБР, по-моему, это называется, короче, ну, короче, типа ОМОН такие чуваки были, мы стали, они стали выламывать дверь, а я такой в костюме папочкой, как бы, он сейчас откроет, и я такой, типа, ага, как бы, оттуда чувак в штапочках и с ружьем, ага, вот, это самое такое, наверное, веселое, там есть рассказ про сумку с баблом тоже, во второй или в третьей книге, это реальная история. А расскажи, пожалуйста, я еще не добрался. Аааа, я вот как раз работал вот в такой вот организации, и мне нужно было перевести сумку с деньгами, которые были как бы, ну, Блин, мне так нравится, я как будто, я сразу визуализирую, как будто в фильме. А я как будто фильм сразу смотрю, мне очень нравится это ощущение. Там была сумка с деньгами, которую мне нужно было взять у своего начальника, перевести, отдать какому-то другому начальнику в другом городе, в городе Новосибирск. А вот, а я такой, ну, достаточно безответственный был, Я проспал самолет, короче Я там добирался До этого Новосибирска Я в Норильске тогда жил Это был один из периодов моего возвращения на север И я долетел до Красноярска Потом я как-то поездом Я бухал Я спал там на привокзальной площади Ел шаверму с какими-то там бомжами Но у меня была сумка с бабками Чужими причем Ну такая примерно Сумма бабок, в смысле количества Я предполагаю, что да Потом сколько денег влезет в такую сумму Но я туда лазил, то есть время от времени Я как бы доставал, говорю, чуваки, не расходимся Вот это стиль Там проходил в Новосибирске какой-то семинар Я должен под эгидой того, что я на этот семинар Повышать квалификацию Ну, эти темные бабки В итоге я эти бабки-то доставил Да Я несколько дней протусовался В этом Новосибирске, с этой сумкой я за наркотиками Ходил Пиздец какой-то Да, это удивительно И я не мог дозвониться до этого босса Которому нужно было эту сумку отдать Вот, это было Это конец девяностых Мне не страшно уже говорить И в конце концов Мне уже улетать обратно У меня, блядь, эта сумка с деньгами Короче Мы с ним созвонились Он приехал у аэропорта Он сбуду нища Вот на этом ландкрузере Здоровому Он вышел Я ему вот так кидаю эту сумку Говорю, все, все Братан, как бы Вот, и прилетаю Обратно, короче И выяснилось Что этот хер Которому передал деньги Он тоже, видимо, там Гужбан и прочее Он сумку забыл Он сел в тачку и уехал Вот и все Это вот так раньше Бизнес делался Просто сумка Бедная сумка с бабками Это, знаете, вот на это же строится Целый сценарий У какого-то Гая Ричи Условно Когда он путешествует Вот так весь мир Да, я иногда думал о том Чтобы, ну, как бы По некоторым вот таким Историям, баечкам Прикольно Можно было бы снять Какую-то, да Короткометражку Или там Ну да, это сюжеты Я вспомнил, что я когда это читал Там накапливается напряжение Вот за эти несколько дней Ощущение того, что Ну, в любом случае Спросят же за пропавшую сумму денег Как бы Которые И ты переживаешь, переживаешь, переживаешь И ты думаешь Ну, как-то же это разрулится Да, то есть Как бы Ты когда смотришь кино Ты предполагаешь Что, как бы Какая будет концовка Что, наверное, все хорошо Если человек до сих пор Как бы пишет И ты это читаешь Ну, как? Это разрулится Если ты вот напрягаешься Напрягаешься И когда-то в конце происходит Такое, блин Ну, серьезно Да, есть такой момент Когда Реальность вносит Мне многие говорили о том Что, типа, чувак Этого быть не может Короче, как бы А Я в какой-то момент Просто перестал Что-то доказывать Да, хорошо Так быть не может Как бы Но самое, ну Комичное, да В том, что, как бы Вот эти Может Да, они Мало того, что может Да, но они Реально происходили И происходят Опять же Возвращаясь там К Африке Да, вот У меня есть сказочки Про Африку Где Две страны Африканские Устроили войну Между собой Вот, буквально Это было весной Из-за того, что, как бы Здесь можно бухать А здесь нельзя По этой стороне И у них солдат ушел Короче, за бухлом И потерялся Вот И там международный конфликт С подключением Третьей страной Там этими Там, НАТО и прочее А чувак ушел Как бы нажрался Контрафактного Какого-то алкоголя И заснул, короче Его не было три дня Как бы Там все было В итоге он Он появился через три дня Как бы все выдохнули Там, типа Ну ладно Он пришел Он принес с собой еще Этот вискарь Они нажрались И ночью опять пошли Через границу Потому что он сотовый телефон потерял Это был второй виток Как представляешь Но И потом война внезапная Причины уже Причины забывают уже Мне это напоминает историю Я не помню Как она исторически была обозначена Кто участники конфликта И так далее Но я как понимаю Поскольку Я помню Что я читал про это на Википедии Я предполагаю Что это с высокой долей вероятности Действительно так и было Что Это должно было быть Какое-то крупное сражение Вот Но одна из сторон Просто не явилась А другая В процессе как бы Какого-то Прихода Ожидания И отхода Там случилась То ли давка То ли какое-то Спонтанное бегство И в общем Там реально погибли люди Типа Люди С одной стороны Начали стрелять По своим таким образом Были потери техники Потери живой силы Ну Большой в конфликте Конфликте А других даже не было Они просто не приехали Они проспали Да И там какие-то прям Ну хорошие потери Знаешь Не очень приятные Не такие как бы Которые можно проиграть Слушайте мне На эту тему Очень нравится мысль Эти люди воюют Блядь Это их ремесло Воевать Да Мне очень нравится Мысль Зыгоря Это писатель Который писал Про вся Кремлевская рати Вы знаете возможно По-моему Во всей Кремлевской рати Где он рассказывает Новую историю России Вот при Путине По-моему там Он сказал фразу хорошую Скажем так Бытовая мысль По крайней мере Я так раньше думал Ну наверное Там где-нибудь Там точно знаю Что делают Нихуя Там такие же люди Которые вот так же Могут допустим Начать войну Из какой-нибудь мелкой хуйни Ну условно И ты просто читаешь И вот он как бы Подытожит эту Красную нитью Подытожит Эта вся история Что человек Как бы на самом деле Какую бы он там Должность и позицию Высокую не занимал Он все еще человек С такими же блядь Функциями С такой же тупостью С такими же решениями Идиотскими Только в масштабах Власти Это приводит К каким-то там Может быть Международным конфликтам И ты думаешь Блин в натуре То есть Надежда разрушается На то что где-то там Есть люди Которые знают Лучше тебя Как жить Нихуя на самом деле Это не так Такие же там Есть долбоебы Так самое ужасное Что большинство этих людей Как раз таки Возможно меньше тебя Знают Как жить И при этом Вот Именно Помнишь мы вспоминали Жириновского Туркмен Баши Каждый раз думай Про Туркмен Баши Это президент Туркменистана Не знаешь Типа Нет Подожди Прости Про него есть ролик Крутой Где он диджей Самое охуенное Что он же был Стоматологом Предыдущего Туркмена Баши Который тоже был Ебанутый И он только поэтому Занял должность Ну там же Как я понял Что после развала Советского Союза Туркмения Просто вот из такой Как бы Страны в составе Да Которая Ну там Условно Очень условно Но как Таджикистан Как Узбекистан Там тогда И т.д. Она В один момент В какую-то безумную Вот эту Тираническую Яму Свалилась внезапно Когда как бы Власть Потихонечку Отжималась 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 Неугодные убирались И просто никого не осталось Остался только Безумный Стоматолог Нет В смысле Остался только Безумный вождь Еще старый Типа Который такой же шиз Потом он умер И новым Туркмен Баши Да Как бы лидером нации Стал его стоматолог Просто приближенный Который такой А я еще более Но он совсем Он же безумный нахуй Типа Да Ты видел на какой машине Он ездил Чувак Это с ума Сойти Нет Я видел Но напомни пожалуйста А это вот такая Безумная белая карета С огромными Золотыми Такими Бэтмобиль В смысле карета Бэтмобиль там такой Импровизированный Представь себе Представь себе Бэтмобиль Только он белый И у него Все грани Не острые А сглаженные И золотые У вас точно Такие завитушки Чувак Он занимает Пол дороги Он выглядит Как реальный Бэтмобиль Вот абсурдный Из Нолана Знаешь Вот этот Этот человек Запретил Все машины Кроме по-моему То ли белого То ли белого И зеленого цветов Только белые цветы А только Да Только белые автомобили Остальные Он что Запретил медицину Ну от коронавируса Они лечат какой-то Травкой окуривать Ну в таком духе Что он типа Как бы там из логики Что больных не будет Если не будет Система здравоохранения Как бы Если людям некуда будет Они не смогут фиксировать Свои болезни Значит не будет Ну там Это мега шиза Чувак просто Выстрел вокруг себя Фильм И живет В этом фильме Мне нравится Что все вокруг терпят То есть все И самое охуенное Вот это мне нравится Больше всего Они же такие Мы хотим развивать Туристическое направление В Туркмении Чтобы Туркмения Стала столицей Восточного туризма Они ебанули Какое-то там То ли озеро То ли Ну какое-то в хорошем Географическом положении В плане ландшафта Ебанули Мега курорт Там Отель Супер круто Набережная инфраструктура И никого туда не пускают Потому что страна закрытая То есть он просто стоит Они такие Туркмения Мы, блядь Лидеры по туризму Но никто не может туда приезжать Визу, да, не получить И не может уехать Во что самое Да Андрей, у тебя были Как бы вообще Какое-то увлечение Эзотерическими практиками Вот какими-то такими штуками Может это внутреннее Какое-то ощущение Но если ты думаешь Что человек мог Почему-то такому прикалываться Надо спросить Потому что мне это все В какой-то степени Глубоко непонятно Но очень хочется Понять людей Которым это понятно Слушай, ну в моей жизни Было увлечение Да Грибами ЛСД То есть Если У многих Насколько я понимаю Это происходит Как-то Ну в компании весело У меня изначально Это было Наверное Осознанно То есть У меня был человек Который Как бы Подготовил меня К этому То есть Я понимал Куда я лезу Ну я не понимал Куда я лезу Но я примерно Представлял Что будет что-то Что-то не так Да И В какой-то момент Когда я столкнулся С тем Что существует Ну вот Другая реальность Да То что все Не ограничивается Вот этим Я понял Что Во-первых Мне нужно Не лезть туда Потому что Учитывая Ну мою Жадность То как я люблю Я люблю кайф Да Или люблю удовольствие Я люблю что-то новое Если там читать То Блядь читать Если курить Курить Торчать Торчать То как бы Это меня Поглотит И Я не вывезу Этого Потому что Информации Так много Вокруг Что Ну Я не справлюсь И На сегодняшний день Отзвуки Вот этого Всего Того старого Опыта Да Там 15-летней 20-летней Давности Еще Вот именно В том Что я приезжаю В Африку И я как бы Могу Почувствовать Могу Увидеть Какие-то вещи Которые Как бы На которые Другие Не обращают Внимания Да Ну я не всегда Далеко не всегда Могу об этом Сказать Потому что Меня заебанутого Примут Камин Разговаривает Ребят Там Вот Но Да А по поводу Каких-то Вот Почему я там Битву экстрасенсов Да Будь она Неладно Я У меня У меня был опыт Там Литературного Негра Для одного Из таких Товарищей Вот Как бы И Он книгу писал Книгу писал Твоими руками Я писал Скажем так Вот И то есть Когда Как ты себя Как себя чувствуешь Такую ситуацию Дерьмово Такое ощущение Как будто тебя Трахают За твои же деньги А кому-то нравится Кому-то нравится Да Но Вообще Опыт Мы сейчас Плавно переходим От эзотерики Да Вот к этой Теме Вообще Это странное Ощущение Меня Я в инстаграме Как бы Малчу Там Выкладываю И редко Туда Ну Посмотреть И прочее Но я каждый раз Когда туда захожу Там постоянно реклама Типа Мы сейчас вас научим Книгу писать Литературные курсы Вот это все Меня это дико бесит Потому что Ну Что Ну для того Чтобы стать Литературными неграми Но я вот писал Да То есть Я встретился с человеком Ему нужно было Ну ему нужна была книга Для чего-то Для его каких-то там Планов Целей Для того чтобы Что-то там получить Да Как бы И Все было достаточно Ну банально И прозаично Типа Что вам надо Мне надо там Пять чудес До волшебства И четыре трупа Которые восстанут Окей хорошо Сколько Сколько платим Сколько по срокам надо И все Вот И у меня есть такое ощущение Что как бы Я не единственный Такой человек Скорее всего Мне кажется Поэтому я Ну По мой На мой взгляд Люди которые Увлечены Люди которые Действительно Занимаются Какими-то там Духовными практиками Там Эзотерика Колдовство Я не знаю Там магия Да Они об этом не рассказывают Они не говорят Про это Я во-первых Аккуратно И осторожно Во-вторых У меня слишком слабая психика Сейчас Мне 41 год Просто в том числе Мне кажется Потому что У нас какое-то Вот это Бытовое Вообще Бытовое Какое-то Российское Христианство Оно же такое Достаточно безумное Потому что Оно сочетает в себе Вот эти какие-то Странные обрядности Привычки Предрассудки Еще что-то И оно смешивается В какое-то Вот Бытовое Вот именно это Бытовое Магическое ощущение Которое мне кажется Кстати у многих Русских людей есть Особенно Как бы Чем дальше Тем глубже Потому что Есть же спрос На различных Гадалок Экстрасенсов Привороты И прочее То есть У людей есть Какое-то Магическое сознание Но оно просто Настолько Странное И состоит Ну такой вот Сшито из многих Многих частей Что Наверное Людям Которые действительно Занимаются Если ее можно назвать Конвенциональной магией Да Вот там Правильной Изотерикой Им не хочется Вообще С этим пластом Публичности Контактировать Потому что Это просто Разные вещи Ну да Христианская Русь Это что Это язычество Да Соответственно Все это перемешалось Ну происходило То есть Во время употребления Да У меня Происходили Какие-то вещи Действительно То есть Например Я Ну Скажем так Я видел Ну не видел Я чувствовал смерть Как бы Да То есть Однажды Несколько моих Близких На тот момент Людей Они умерли Перед смертью Все Они рассказывали Об одном ощущении Которое испытывает Человек Они не могли понять Что это Вот И Потом уже Когда я испытал То же самое Когда вот Произошел ряд событий Они умерли Как бы Я понял Что это была Как бы смерть Да Вот в таком вот Виде Что это за ощущение было А это ощущение Когда ты уже Находишься В той стадии Употребления Ну вот Такое вот Животного Да Состояния Что ты живешь Именно ради того Чтобы употребить Когда в какой-то момент Ты идешь По улице Или например Лежишь в кровати И Ну вот Идешь по улице И как будто Тебя кто-то Хватает сзади За плечи И начинает тянуть назад На физическом уровне Как бы И ты не понимаешь Что про это Ты не можешь идти вперед Ты как будто Спотыкаешься И сзади нет никого Но Вот Вот это оно То есть Как бы Оно напоминает По себе Я Ну это Мои да Выводы были Точно так же Как в какие-то моменты Когда в моей жизни Наступал там Пиздец Да Перед этим Обязательно там Появлялся мой папа Который умер Там в 97 году Садился на краешек Там кресла И говорю Ну что Я пиздец Я говорю Папа Ты умер 15 лет назад Слышишь Как бы Ну вот Че ты Ну Че надо Как бы Мы с ним обычно ругались И он как бы Пропадал Да И Блин И пиздецы Случались То есть Вот этим вещам Я верю Или Ну Например Опять же Когда У меня был Период там Употребления Да Всяких там Синтетических Наркотиков Я вот Тогда понял Что Как раз Вот лучше Вот Грибные темы И синтетику Не лезть Потому что Тебе открывается Какой-то Дверца В какой-то Такой кинозал Куда как бы Ты зайдешь Но выйти Вот Неизвестно Выйдешь Нет Потому что Билеты туда И обратно Есть Туда тебе дали Как бы Обратно Тоже что-то Надо предъявить Это был период У меня вообще Семья Как бы С восстания Да Там у нас Квартира И Я в какой-то момент Там Такой Во втором дворе Квартира Я Каждый день Ходил там В аптеку Проходил через дворик Один Там Котельня Такой Ну Не очень Хорошего Вида В какой-то момент Я А это по вечерам Обычно Происходило Я обратил внимание Что привезли Какие-то Ну стоят Какие-то Такие Грубые Стеллажи Колоченные Из каких-то Там Ошметок Досок И там Какие-то Бревна А это 2000 Начало Какие бревна У нас Давно Уже Не топят Вот И в какой-то вечер Я просто решил Подойти Посмотреть Я подошел И охуел Потому что Это были Голые Мертвые Замершие Охренеть И Потом Я Как бы Уже В дальнейшем Полез Читать Историю И выяснил Что На этом месте Во время блокады Людей Которые Умерли В этом районе Их Привозили Складывали Вот так Именно там Вот А это было Связано С употреблением Чего-то Получается В тот момент И ты задумался Да Я задумался О том Что как бы Ну Я не делаю Сейчас как бы Рекламу наркотикам Да Наоборот Как бы То что Все равно Какие-то Вещества Они дают Тебе Ну Открывают Какие-то Возможности Для твоего мозга Наверное Да Или какие-то Альтернативные Реальности Но ты Ни хера Я ни хера Не готов к этому Мне это не надо Я здесь-то Блядь Не могу справиться Когда мне там Да Кондуктор говорит Блядь Там типа Заплатите А у меня карточка Блядь А меня не ебет Ваша карточка Заплатите Я не могу с кондуктором Справиться А мне тут такое Как бы Да Вот Ну это Да Такие вещи Поэтому Все это Есть И у меня Последняя книга Которую я сейчас Пишу Ну не Последняя Вот про наркотики Именно Легкий способ Она называется Меня многие Просили В письмах О том Что напиши Пожалуйста Как ты Торчал И как бросил Я уже вон Ты книги написал Про это Нет Ты не понял И конкретного Ответа не было Я как-то сел Это в Африке было Короче И как начал писать И я написал Первые там Пять глав Там За ночь По-моему Потом начал читать И понял То что Это будет Книга О Моем внутреннем Не то как я наркотики Употребляю А то вот как я родился Да И как я становился Человеком Или не становился Человеком Как на меня повлиял Социум Как я Пытался соскочить Какие события Происходили Ну это достаточно Интересное Такое Кстати Я как раз хотел Об этом спросить Я просто еще вот Повторюсь Не дочитал серию И пока То где я прочел В первой И в половине Второй части Там по-моему Ты не упоминаешь Как ты начинал Там ты начинаешь Историю с того Как ты уже торчишь Да Ну отчасти Ты как бы даешь Почву для размышления В виде воспитания родителей То что там у тебя было Достаточно жесткое детство Я понимаю Что как бы Это влияет сильно Но вот именно момент Который прям Как бы стал Вот этой Переходной чертой К употреблению Вот было бы конечно Интересно Да Узнать Да Да Вот в этой книге Там все есть А пока Пока нельзя Рассказывать Чтобы не спойлерить Чего Можно рассказывать Если расскажешь Было бы классно Первое Мое употребление Это как раз У меня было такое Я был молодой Юный молодой Я увлекался Музыкой Тусовками Вот эти Околомузыкальная тусовка Была Вот грибоедовская Фишфабриковская Да У меня там была Какая-то группа Я где-то принимал участие Потом я понял Что как бы Музыкантом Это надо заниматься Поэтому лучше Стану звукорежиссером И я тусовался На тот момент Там с Модными Всякими музыкантами И на одной из тусовок Я пришел Они были такие Вот эта вот компания Ребята Они были какие-то такие Таинственности Вокруг себя Напустим То есть Ну мы бухали Курили траву А тут что-то Они как-то Странно себя вели Как-то загадочно А сколько тебе лет было? Мне было 18 лет И я В воле случая Оказываюсь Как на кухне А там вот это все Вот то что показывают Сейчас В хрониках Какие-то чуваки Сидят За этими Что-то черное Такие Давай И тут все встало На свои места Я понял Что здесь Употребляют Наркотики Но Мне не стало страшно То есть Меня Как бы Я такой Ну да Здесь употребляют Наркотики И Я помню Поворачивается человек Как бы Он сейчас Тоже Много лет Как завязал С этим всем Даже У него какой-то Церковный чин Сейчас Ну Вот Я вам Поворачиваю С этим шприцом Говорит Руку давай Как бы Ого То есть У меня первое Да Вот это употребление Опят Было именно Связано С Внутривенную Я как бы На как бы Давай сюда И все Вот это вот Все сделали мне И Я обломался То есть Первое Ну то есть Как бы Я почувствовал Да Что Вот этого Вау Эффекта не было Но Где-то секунд Там через Тридцать Сорок Я понял Что Ага До этого Восемнадцать лет Я был На каком-то Нервике Я был Меня все Беспокоило Я был чем-то Недоволен У меня были Обиды Мне что-то Хотелось И прочее А тут Я вдруг Сейчас Нахожусь В состоянии Когда Когда я В гармонии Совсем Ну с миром Окружающим Да Меня ничего Не беспокоит Как бы Я такой Сам себе Царь и бог Короче Вау Как бы Я походил Вечером Подумал Рядом со мной Еще шел Тогда чувак Домой Он мне говорит Ты же понимаешь Что это тяжелые наркотики Что типа там Вот Я говорю Да-да-да-да Я никогда Как бы Вот На следующее утро Я уже пришел По адресу И говорю А можно повторить Короче А тебя прям тянул Уж в этот момент Да Я хотел попробовать То есть Я думал о том Что я В принципе Много книг прочитал На тот момент Что я опытный Как бы Вокруг меня люди Там уже знаешь Квартиры продавали Умирали Там Первые случаи Веча Там в компаниях Как бы Что я Я проскочу Со мной этого не будет Я не подсяду Вот И я пошел Да Чтобы распробовать И потом уже Я пришел К себя Где-то через годик Первый раз Когда я понял Что какой-то пиздец Происходит Отметить Хочется отметить Что На сегодняшний день Кайф Который можно получить В жизни Да Не там Не от спорта Не там Не от диет Не от Блядь Там Скалолазенья И прочее А просто Кайф Можно получать Как бы Находясь Как бы В абсолютно Трезвом состоянии Но как бы Для этого нужно Привести Блядь Большую работу Над собой И ну Готов я Не готов То есть Сегодня я готов Завтра я не готов Как бы Вот Ну я сейчас Как старый дед Брюзга То что Вот в наше время Типа были наркотики А сейчас Как бы Ну То есть Нет Блядь Культуры Потребления Нет культуры Продажи Нет ну Как бы Блядь Если представить Что я там Иду По закладкам Ищу наркотики Как бы Ну что Как бы Раньше были То есть Я шел за наркотиками Я общался С парыгой У нас Культурный диалог Проходил Как бы Да Какой-то там Вот Сейчас все это Как бы Происходит Ну для чего Упороться Чтобы упороться Нет смысла Его и тогда-то не было То есть Его нужно было Поискать Как бы А сейчас Нет его Наркотики Дерьмо Как бы Сроки Большие Как бы Жалеть никто не будет Поэтому Ну Человека Которого поймают Ну Не знаю Поэтому Те кто книжки читают Как бы Если кому-то Это заходит Как бы То прикольно Я Рад Потому что Кому-то может быть Это Помогло Ну Есть какие-то Примеры Людей Которые мне Писали Потому что Вот я там Соскочил Но не потому что Книжку прочитал Прочитал Охуевал И пошел на реабилитацию Такие Ну Случаи были Это прикольно Это супер Это супер Момент Когда ты прям Понял Что все Полный пиздец Это что Было в твоей жизни Что за период Первый Или последний Скорее Скорее Последний То есть Когда ты прям Последний Это было Когда я Я торчал Я торчал Да У меня там была семья Как бы там Ждали ребенка И То есть В принципе В моей жизни Все было хорошо То есть Как бы Я в течение Уже там Пяти лет Ничего не употреблял Как бы У меня там Была своя жизнь Были увлечения То есть Как бы Мне врачи говорили Что я У меня детей Не может быть У меня тут Ребенок Второй ребенок И И я понимаю Что Параллельно с этим Я как бы Уже в течение Полугода Торчу Как бы И мой день Начинается С того Что я просыпаюсь Как бы И у меня Ну схема Одна и та же Там Как бы Взять деньги Пойти И как бы Купить Употребить И То есть У меня нет проблем Там с деньгами Да У меня Ну и с возможностью Достать Но вот Что в своей В своей голове Я Я как бы Я крутой Я не мог Ну Со мной Этого Произойти Не может То есть Вот это Отрицание Да Что Все умрут А я Изумруд Как бы Оно Оно Как было С детства Так оно И Сейчас Сохраняется То есть У меня Нет Инстинкта Самосохранения Возможно Я как бы Смело Так как бы И в Африку Некоторые Там Страны Направлялся Да Потому что Как бы Блядь Со мной же Ничего не будет Вот А ты сказал Что ты записываешь Вот в книгу Это новая книга Правильно Понимаю Она не новая Это Это Короче Мне В какой-то момент Я завидовал Я начал завидовать Классикам Которые Знаешь Выпускали Вот Записные книжки Там Свои какие-то Наработочки Записочки Я их собрал Там Несколько лет Ну Не то что Собирал Как бы А я Несколько лет назад Сказал Я хочу Тоже Такую И Никого не находилось Кто бы выбрал А потом вдруг Как-то Образовалась Группа людей Которые сказали О Давай Мы тебе Как бы Выберем Прикольные Давай Сделаем Вот книгу Как бы Хотя Это конечно Полное говно Старые твои Какие-то Твиты И прочее Но Давай Хочешь Сделаем И люди Реально В течение Полугода Вычитывали Собирали Потом Переслали Мне Я там Убрал Кучу Оставил 30% И сделали Книжку Которая Состоит Из каких-то Маленьких Заметочек Маленьких Рассказиков За Ну Вот С 2013 Как раз Года За 8 лет И То есть Она прикольна Тем Что ее Можно Как бы Просто С любой Страницы Открываешь Как бы И тут Раз Какая-то Это набор Как раз Каких-то Абсурдных Историй Наверное Приколюха Вчера Вечером Летел из Москвы Стюардесса По громкой связи Сказала Погода в Петербурге Ненастная Красота Сразу Представляешь Себя Курчавого Гения Который Тащится По лужам С одного Бала на другой Темные дома Тусклые фонари Извозчики Романтика А утром Летел уже Из Петербурга В Москву И стюардесса Просто сказала Что погода Хорошая Теперь понимаете Какая разница Между этими городами Вот То есть Мы говорили На эту тему И тут же раз Любую страницу Вот открой И оно тебе Ну вот такая Как бы Мне вот именно Нравится То что Вот она такая Как настольная То есть Можно ее Хоп Дома Там валяется Открыл А вот А смежный вопрос А как садиться За большой текст По ощущениям Меча Что вот есть Большой Надо Как писать Как писать книгу Курсов в интернете В инстаграме Пожалуйста Блять Контекстная реклама Безумная То есть Если у тебя У меня вот Нет понимания Когда я сажусь Писать текст Будет он большой Или маленький Да То есть Все Я сейчас вот Отошел Да От написания Именно рассказов Я пишу Большие Произведения И В тот момент Когда Вот я только начинаю Там первые Грубо говоря Десять страниц Когда я понимаю Что Меня тяготит Это Я закругляюсь Сразу Потому что Ничего хорошего Из этого не получится То есть Текст Он У меня Как это Льется песня То есть Когда Ты пишешь легко Тебя не напрягает Орущие дети Гадящий кот Какая-то Плохая погода На улице Ну Ненастная Потому что У тебя Какие-то Тебе предлагают Какие-то кредиты Задрачивают Тебе весь день По смс Почему-то Вот Ты на это Не обращаешь Ни на что Внимания Ты пишешь Себе в удовольствии Ты не думаешь О том Что Типа Вот Надо еще Пять страниц Сегодня Вот Тогда Да У меня Идет И Я Максимально Стараюсь Не структурировать План По написанию То есть Я знаю Многих людей Которые пишут И у них Прям знаешь Там Первый пункт Второй Пункт Третий Сценарий Книги Как бы Вот я стараюсь Этого не делать Потому что У меня говно Какое-то Получается Ну как Бля И начинаю Подгонять Что-то А здесь Не получилось Короче Давай там Перепишем Как бы Нет Все это Вообще У меня Есть предположение Что как бы Ну такое Наверное Детское Что Тексты Про музыку Не скажу А тексты Это Все-таки То что Нам дается Откуда Нам кто-то Как надиктовывает Короче Это чье-то Творчество Да Там Решили Поприкалываться И они такие А сейчас И вот И ты просто Такой Посредник Ты записываешь Потому что Зачастую Я очень редко Перечитываю То что я написал И Когда я читаю Бывает Ну Не читаю А когда вот Кто-то пишет Какую-то мою цитату Или выкладывает Отрывок Да Из книги Какой-то Я не узнаю То есть Что это я написал Как бы Потому что Мне не свойственно Так в жизни Изъясняться Там Я не говорю Таких слов Откуда Откуда это Взялось Я не строю Так предложение И прочее Слушай Тогда напрашивается Очень Как бы Вопрос Которого Трудно избежать Если ты говоришь Ты пишешь себе В удовольствие А почему Тебе в удовольствие Вспоминать О таких Ну достаточно Тяжелых Судя по всему Ситуациях И достаточно Трудных Годах Связанных Вот Сопряженных С зависимостью С какими-то Бытовым Безумием Да Вот этим Абсурдом Потому что Реально Я не помню Ну то есть Мне часто Транссайберин Бэк ту Блэк Когда я читал У меня периодически Было ощущение Что я реально Вот заканчивался Какой-то Кусок Я садился И просто такой Бля Просто как бы Очень живо Представляешь себя На этом месте Да Как бы А мама просила Что-то еще передать Что-то ты шел в жопу Я сижу Просто такой Да Да Почему так Ну грубо говоря Я там до До 18 лет Там Че-то Рос Учился в школе Как бы Пил пиво И вел Беззаботную жизнь Как бы В 18 лет Я начал торчать Да И продлилось Это там До скольки До 32 До 33 Да Как бы Больше Ну половину жизни Я куда-то проебал Как бы Не очень понятно Куда И что я И что я получил Взамен Как бы В течение этих лет У меня возникало Очень много вопросов Я видимо Их не запоминал Сейчас я На эти вопросы Могу сам себе ответить Во-первых Во-вторых Я не ставлю себе Такую задачу Нагнать жуть И прочее То есть Это то, что происходило Со мной Как бы Почему оно со мной Так происходило Я могу на это Со стороны посмотреть И Например Вот вы рассказывали Сейчас про город Да Про то, что Вот вы узнавали Там Что я вот здесь живу Как это здесь происходило Я точно так же Испытываю такие же чувства Я как бы вспоминаю Как это было Да Я вспоминаю Каких-то людей Я вспоминаю себя И Мне это тоже интересно Но с другой стороны Я понимаю Что Я могу еще написать Там 48 книг Таких Про Как бы Ну С различными рассказами Про употребление Как это плохо Или там Абсурдно Но Есть какая-то То есть Когда я Получу ответы На свои вопросы Я Ну Я перестану Про это писать Вот Собственно Я надеюсь Что это Вот с легким способом Произойдет Когда Легкие способы Это книга новая Да Да Ну потому что После нее То есть я написал ее Сейчас она Редактуру проходит И А у меня есть такая тема Я не могу Я не могу заниматься Следующей книгой Пока я не выпустил Ну предыдущую То есть И Сейчас ее закончат Я уже начал писать Книгу Которая там Про Ребят-журналистов Которые поехали Иммигрантов Журналистов Русских Которые живут Во Франции Которые поехали В Гренландию Работать на выборы Вот Это настоящая история Ну это Фантасмагория такая То есть Как бы Весь опыт Собранный Мною там Мною Моих друзей Знакомых День выборов Понял Такое Да Они поехали В Гренландию Я вот Пишу про это То есть У меня уже есть Там несколько глав Как бы Это совершенно Другая Другая история Да А легкий способ Ну там Такое Не самокопание А исследование Наверное Своей жизни Какое-то Некий подыток Вот этой закрытии Возможно Возможно Я как бы Когда получу ее В готовом виде Ну что-то прочитаю Да Обычно я читаю Начало и конец Когда я прочитаю Там начало и конец Закрою и скажу Типа все У меня вопросов больше нет Мне эта тема Больше неинтересна Как раз таки Трагедии никакой нет То есть Что это быт Это жизнь Как бы Это реальность Да То есть Это не просто Это не вот Какое-то Трагическое Именно заламывание Да Рук Что произошло Нечто из ряда Вон выходящее Сейчас будет Поток скорби А это Ну просто жизнь Такая же Типа Ничем Как бы Во многом Похожая на твою жизнь Когда ты ходишь На работу С работы То есть Такая же Во многом Рутинная Во многом Ведущая К обесцениванию Каких-то там Частей Этой жизни И т.д То есть Это просто жизнь Вот И это Наверное С одной стороны Очень Создает Такую вот Трагическую ауру А с другой стороны Наверное Это и подкупает Потому что Это способ Понять Не погружаясь В это Способ Понять Это именно На бытовом уровне Как бы ты мог Себя чувствовать Не когда ты делаешь Первый шаг В какую-то эту яму И не когда ты Из нее вылезаешь А именно Когда она становится Твоей повседневностью Наверное Вот в этом Самая большая Такая иммерсивная Ценность Этого Да Хорошо сказано Достаточно Точно Все верно Да Потому что Как раз И не хочется Чтобы люди Воспринимали Это как Какую-то Трагедию Потому что Да Это реальность Это случается Как бы Но в отличии Там Ну Кто-то бухает Кто-то употребляет Наркотики Кто-то там На детей дрочит Да На порнографию Как бы Ну И И все они живут Там в этом городе Ходят по этим улицам Как бы И в случае Вот у меня есть опыт Да С наркотиками Как бы Я могу Сказать Как это было у меня И я могу Как бы На примерах Сказать Типа Ну Чуваки Типа Если будете колоться Будет вот так Угу Чтобы узнали Честно Да Если Вот будет вот так Оттуда Ну как бы Оттуда можно выбраться Как бы Но вот посредством Вот так Да тяжело Блядь Далеко не у всех получается Поэтому как бы Вот почитайте Посмотрите Надо вам Не надо Оно То есть здесь нет Принуждения Ни к чему Просто у людей Ну должен быть выбор Всегда Должен быть выбор И Мне кажется На фоне того Что Как Вообще Ну скажем так Государство Да Проводит вот эту нашу Антинаркотическую политику Ну это Ебаный пиздец Да Мне кажется Что ее Абсолютно Никакой нет Плюс Я-то сейчас Понимаю Что Мне вот хотелось Тоже с кем-то Обсудить Мысль о том Что сейчас Как бы Вопрос С наркотической Зависимостью Стоит Возможно Более остро Потому что У нас есть Даже на государственном Уровне Какое То Понимание Того Как можно Проводить терапию Для наркоманов И пиатных Но абсолютно Непонятно Что делать С детьми Которые В 12 лет Начинают Употреблять Эйфоретики И нет Как бы Никакой терапии Для них И непонятно Как их лечить Как с ними Взаимодействовать Куда их класть Что с ними делать Как это предотвратить То есть Понимание Вообще Действительно Когда только Появились Вот Первые Варианты Соли Вот это все Спайсы Когда люди Начали Кукухи у них Отлетать Это был Мой последний Рип-центр Как раз 2013 год И Нам Привозили То есть У меня были Ребятки Которые Вот Пациенты В соседних Комнатах Именно Вот По этой Теме Там Был Мальчик Которого Привезли Его Привезли От Северов Каких Что-то Он Не Сделал И Там По Правилам Нужно Было Сесть И Написать Типа Объяснительную Что Я Такой Ты Там Забил Хер Потому Что Я Забил Хер Его Посадили За стол Дали Ему Бумажку Ручку Он Присидел Двое Суток Не ходил В туалет Не ел Он Просто Сидел Смотрел В одну Точку После Этого Его Увезли На дурку Потому Что Сотрудники Сказали О чем Мы с ним Можем Сделать Тогда Действительно А еще Был Чувак Который Вешался У нас Тоже По ночам Он Делал Из простыни Такую Какую-то А-ля Петлю Пытался Повеситься На люстре А там Тоненький Проводок Был И постоянно Обрывалось Все И у него Видимо Краткосрочная Память Рыбья Была Он забывал И каждый вечер Опять шел Туда вешаться И он вызывал Только раздражение У нас Тем Что мы не могли Заснуть Из-за этого Урода Вот И Да Тогда это была Проблема Все были Напуганы И прочее Насколько сейчас Я знаю Я общаюсь С Ребятами Которые работают В репцентрах Я знаю Руководители Репцентров В Питере Не только И они говорят Что Опять же Либо по 12-шаговой Пробуют Если там Уже поражение Действительно Мозга Это уже Психиатрия То пожалуйста Уезжают На больничку Но Действительно Есть такой момент То что Идет разрушение Мозга И Почему я говорю Наркотики Не те То есть Это пиатов Там у тебя Страдает Тело Тело Да Как бы И тело Тело восстанавливается Ну потому что Как я понимаю Это же Внедрение Вещества Именно физический Процесс Твоего метаболизма То есть Тебе без него Хуёво Потому что Организм не работает Да А здесь Как бы У людей Выжигается Мозг И Его восстановить Наверное Нельзя Немножко Утопично Прозвучит Но я больше Верю В то Что как раз Ограничения Зачастую Являются Мотивацией Что-то там Поучить И некая Там Какая-то Секретность Таинство Недоступность Чего-либо Неважно Сейчас даже Не про наркотики Речь А про что угодно Любую информацию Она вызывает Дикий интерес Тем более у ребенка И как раз Ограничения Мне кажется Только усиливать Это Вот гораздо круче Опять же Возвращаясь к книге Гораздо круче Объяснять Не скрывать И обсуждать Эти темы Потому что Когда ты об этом Разговариваешь Когда об этом Разговаривают люди Более взрослые Они тебе объясняют Что-то На мой взгляд Это более На уровне Воспитания Работает Потому что Ты как ребенок Можешь хотя бы Не от каких-то Своих школьников Корешей узнать Типа О, есть там наркотики А тебе Люди Взрослые Которым ты доверяешь Которых ты любишь Уважаешь Это могут быть родители Могут быть кто угодно Там какие-то Дяди с телек Условно Если они адекватные И хорошо об этом рассказывают И правильные мысли Об этом говорят Андрей У тебя какой поинт На глобальную Вот эту историю Если смотреть С точки зрения Воспитания нации Я считаю Что безусловно Нужно Вместо Вот этих Беспонтовых Уроков УБЖ Которые Обеспечения Труд УБЖ Да, да, да Этими, блядь Трудовиками Типа Черенки для лопат Мы сегодня делаем Короче Ну Бред каким-то Бредом заниматься Именно, да Рассказывать Это не обязательно Должно быть В торжественной Обстановке Но, например У нас как У нас социальная Социалка какая-то Да, по России Это, блядь Плакат, где Улыбающиеся Здоровые там Люди какие-то Типа Нахуй наркотики Там на байдарке плывут Короче Блядь, такая социальная реклама Вся ебучая Она вся ебучая Вот Или, допустим Вот тоже Приходят там В школу Ну, очень редко Да, но бывает Там в школе Какая-то там Встреча Там с главным Минтом Который как бы Там антинаркотический Он приходит И рассказывает Мы там, блядь Взяли там 700 килограмм Там того, сего Не торчите Иначе сядете на 20 лет Мне кажется Для детей Ну, для подростков Было бы гораздо Качественнее Если бы там Например, пришел я И сказал Слушайте Вот если вы будете торчать Как бы То У вас будут отходники Отходники Это когда вы срётесь Как бы Неконтролируемо Блюёте Как бы Скрыть этого не сможете Как бы У вас там появятся Тромбы Как бы И возможно Вы умрёте от того Что тромб отвалится Вот у меня был там Приятель Который как бы Торчал-торчал А потом Завязал торчать И пошел в больницу И умер от того Что у него Отрывался тромб Именно вот Еще по старым Этим делам Вот мне кажется Это бы произвело Больше впечатления То есть То, что нужно Детям узнать Про то, что их посадят Они и так знают О том, что Они попасться могут И так Как бы Не просто Вот какими-то Вот возвышенными словами А рассказывать на конкретных Примерах Ну, у меня же был Момент в жизни Когда Я его люблю Я его и сейчас приведу В пример Что я сидел На жутких кумарах Каких-то Мне прям нужно было Пороться И Я тогда Несколько дней Меня пустила Мама пожить к себе И она на кухне Уходит По коридору Я смотрю ей вслед И думаю Вот как бы сейчас Молоток бы По голове ей дать Вау Так, чтобы Короче Крови было Поменьше И И еще как бы Так сделать Чтобы короче Деньги у нее были В кошельке Вот подгадать Этот момент Вот у меня были Такие мысли Вот я Как бы Понимаешь Я не делал этого А тебя пугало Самого Потом да На тот момент Нет То есть вот Насколько Бездуховно Становится То есть как бы Я тебе говорю Я Ну Передознувшегося Там Приятеля Там на тот момент Близкого человека Да Как бы Он передознулся Я его не откачивал И не собирался Это делать Я пшмонал его карманы И куртку И рюкзак И ушел Вот Раздосадованный То что там У него не было денег Как бы А спасать его Я не хотел Точно так же Он со мной Потом поступил Вот И ну Таких примеров Вот можно сидеть Вспоминать их Тут очень много Бездуховность Да Просто во многом Мне кажется Вот как раз таки Что может Ну позитивно Более позитивно Повлиять Чем вот эти агитки То что Все как бы Особенно люди Которые там Употребляют наркотики Достаточно долго У них такой Весьма специфический Цинизм просыпается И когда человек Спокойно Как бы Ну вот ты видишь Что вот есть человек Он нормальный Он живет Но при этом Ему пришлось пройти Чтобы он пошел И в таких ситуациях Он оказался И он спокойно Об этом рассказывает Это обезоруживает Пиздец То есть ты сидишь Как бы Что ты можешь ему сказать Ну если еще Начинать Не с 10 классом Работать А вот именно Середнячки Там 5, 7, 8 класс Поехали Как бы Когда они именно Впитывают это все То я думаю Имело бы смысл Ну у нас же Как бы Не нужно это никому А ты проводил Где-нибудь лекции Тебя звали? Да Проводил лекции Ну я несколько раз Принимал участие В каких-то там Телевизионных передачах Меня в качестве Там эксперта Какого-то Там знаешь Привлекали Странные Потому что дети Да Они слушали Они были благодарны Например Ну их это Ну не знаю Потрясло Не потрясло Но выглядело Это так А взрослые Когда вот были передачи Когда я там Что-то вот рассказывал Там батюшки Какие-то сидят Знаешь Там эти в погонах Люди Ты рассказываешь Это вот примерно То что я сейчас Рассказывал Да Про пример с мамой Как бы Потом они Они сидят Как бы И они не знают Как продолжить Потому что у них Есть какая-то Официоз Модель поведения Модель поведения Да А все Я сказал Как бы И отключился Давайте Продолжайте Дальше Сами Пацаны Что там То есть Вот Мне кажется Что вот эти Наркологи Главные врачи Полиция Да Они должны Как раз Знать ответы Они не должны Действовать В рамках Палочной Этой системы Как у нас Наркология Да Опять же Сейчас неприятная История Что у нас Десятое отделение Отделение Валентины Новиковой Которое располагалось Это реабилитацион Ну реабилитация Которую спонсировало Государство Ну За бюджет Да Это была единственная Бесплатная Реба для наркоманов Вот Вот в Питере Здесь Там много Кто лежал Как бы Вот В том числе Из публичных людей Бесплатно Анонимно Пожалуйста И Это было Невыгодно Руководству Наркологической Больницы Был большой Скандал Они Выпиздили Оттуда Центр Валентина Новиковой По каким-то Предлогам Очень странным Но И в тот же момент От нее открыли Вот это Платное отделение Прокапывать Наркоманов Им же гораздо Выгоднее Чтоб ты пришел Прокапался Сбил дозу Ушел И через месяц К ним опять заехал За денежку Вот А то Чтобы ты В течении Там Двух-трех месяцев Был на стационаре И тебя психологи лечили Не медикаментозно Им это не очень выгодно Кощунственно Да Но им не выгодно Чтобы процент Выздоравливающих Повышался Куча частных Вот этих Типа Домиков Трезвости Их называют Это когда О Вот это вот самое Вообще Не в курсе Мрачняк Ну расскажи Про домики Трезвости Ну про то Что знаешь Там вот эти Объявления А-ля там Реабилитация Наркоманов Помогаем там Выводят из запоя И вас просто Какие-то частные Ну типа того Да Это просто Блядь Какие-то Мужички Нахуй Которые Снимают дом Вас просто Сажают в автобус Увозят И там просто Ну блядь Пиздят Могут там Батареи пристегивать Заставлять копать То есть там Блядь Под холодный Душ Ну то есть Там как бы Вот знаешь Это даже Не ройзмановские Какие-то Способы борьбы С наркоманией В смысле Тебя просто Пиздят Просто Хуярят Как бы Делают твою жизнь Невыносимой И потом С целью Якобы Тебя отучить Ну да А самое смешное Что тебя туда Сдают Например Твои родственники Да И как бы Это все обстоит Таким образом Что не можешь Оттуда уйти Ты сказать Типа Не можешь сказать Нет там Как бы Из реабилитации Ты же можешь встать Просто сказать Пацаны Давайте А здесь Ты не можешь В смысле Ты за городом Без телефона Хуй знает где Тебя каждый день Хуярят А если ты убежишь Тебя догонят Отхуярят и вернут И будут хуярить Пока ты Не знаю что Типа Ну и соответственно Им за это бабки платят Да И потом ты возвращаешь Естественно В полном охуевозе Как бы они говорят Вот все Он там блять Бился Буянил Хотел торчать Мы вот как могли С ним справились Потому что многие люди Уже настолько в отчаянии Что они готовы Просто блять Убить там нахуй Своего сына Лишь бы он просто Больше не Как бы создавал Вот это Вот проблемы Да какие-то Трудности Разочарования И так далее И для них Это будет нормальным способом Ты скажешь У меня там батареи приколили Они такие Это же помогло Заебись Ну то есть Там настолько как бы Отчаяние у людей Пиздец Вот Еще существует Множество Так называемых Тоже домиков Тоже домики трезвости Это когда Недавние выпускники Какого-нибудь репцентра Решают Что они стали психологами Как бы И они точно так же Там снимают Какой-нибудь дом Берут там Компанию своих Там вот этих Тоже недавно Подвязавших ребят Там у всех По три по четыре Месяца трезвости Ну ничего И они набирают Пациентов За бабки Как бы И там вот Происходит А-ля Процесс выздоровления Хотя там Как бы Ну Нельзя этим заниматься Людям Во-первых Во-первых Вообще Как бы Еле трезвыми Во-вторых Как бы Ну Нужно Пройти Серьезную Подготовку И образование Люди Ну годами Учатся на это То есть Там в тех же штатах Да Это поставлено На очень высокий уровень Я знаю что вспомнил Ну я вспомнил это Примерно час назад Но решил не озвучивать Потому что Беседа была более чем Мы даже не открыли подкаст И не представились И гости не представили И не помахали в камеру рукой По доброй старой традиции И я считаю Что это абсолютно неплохо Что это наверное Был бы какой-то вот Лишний официоз Не расходимся У нас конкурс Мы выберем Двух победителей И подарим ему По книге Андрея Доронина С персональным автографом Задание будет Очень простое А звучит оно так Напишите в комментариях Под этим роликом Книгу Которая повлияла На вас как на личность Или же Сформировала наиболее Ценные для вашей Текущей жизни Установки Правила Или принципы И объясните Почему конечно же Жанр абсолютно не важен Главное не забудьте В этом же комментарии Оставить какие-то Контактные данные Для связи с вами Цвета Макарунов Из магазина Купцов Елисеевых Которые я никогда Не мог себе позволить Эрик Это же Посмотрите на этого парня И напротив меня По моему скромному мнению Не хочется Капать человеку на мозги Но один из самых Талантливых писателей Современников Которых я читал Андрей Доронин Спасибо Андрей За откровенные Рассказы Сегодня Спасибо вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok